Вот уже 16 лет подряд в апреле. В России и далеко за ее пределами проводится масштабная, как по географическим меркам, так и по количеству участников, акция «Тотальный диктант». На этот раз его прочтут примерно в тысячи городов 80 стран мира. Два последних года писали «Тотальный диктант» и жители ДНР. Уже известно, что в нынешнем году в республике будет работать 51 площадка, где проверить собственную грамотность смогут почти 3000 человек. Участниками всемирной акции «Тотальный диктант», которая пройдет 13 апреля, станут люди разного возраста и разных профессий, проживающие в разных уголках земного шара и говорящие на разных языках. Популярность «Тотального диктанта», отмечают организаторы, растет с каждым годом. В 2018 «Тотальный диктант» в Харцинске писали в первой и 24 школах. В итоге из 121 участника только пятеро не допустили в тексте ни одной ошибки и получили оценку «Отлично». В этом году также будут организованы две площадки для проведения образовательной акции. Все в той же первой Харцинской школе и девятой средней школе Зугресса. За парты смогут сесть в общей сложности 100 человек. Акция рассчитана не для того, чтобы выставить ярлыки за пятерки и за двойки, мы пришли написать диктант. Здесь вопрос о поднятии престижа русского языка, что Донбасс все-таки регион грамотный, хотя у нас присутствует наш собственный региолект. И показать, что мы заинтересованы, мы хотим. Русский язык сложный, но это увлекательно, познавательно и интересно. С сегодняшнего дня стартовала регистрация участников. Оставить заявку можно на официальном сайте проекта, там же в дальнейшем и узнать свой результат. Организаторы уверяют, вся информация конфиденциальна и не подлежит разглашению. Это можно сделать либо на сайте TotalDict Донецк, потому что наша координация именно донецкая, либо зайти на сайт метод кабинета управления образованием города Харцинска, где есть инструкции по регистрации. Достаточно найти, выбрать школу, 9 или 1, и дальше следовать инструкции. Они регистрируются так, как они потом будут писать в своих работах. Это может быть фамилия, это может быть какой-то ник, это может быть просто имя, чтобы потом, когда мы провели работу, можно было внести оценки, и они в личном кабинете потом уже увидели свой результат. Текст тотального диктанта традиционно готовят российские писатели. В этом году автором выступил Павел Басинский, известный в литературных кругах критик, кандидат филологических наук, лауреат различных премий в области культуры. Он нас окунет в атмосферу Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Льва Николаевича Толстого. Текст мы получаем в тот день, когда мы пишем. Причем текст состоит из четырех частей, в зависимости от часовых поясов, потому что у нас же принимает весь мир в этой образовательной акции. Поэтому какая трилогия, вернее, уже даже четвертая часть будет наша, мы еще не знаем. Тотальный диктант для жителей Большого Харциска готовятся провести актрисы Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра.